Всем огромный привет, меня зовут Сергей, сегодня я расскажу вам о 5 модификациях, которые сделают вашу игру в 74 более интересней и реалистичней. Поехали! Сегодня я хочу поделиться с вами интересным проектом. Теперь время в интернете точно не будет пропадать даром, а ваши родители не будут кричать на вас, что вы сидите в компьютере и ничего не делаете. Теперь время, которое вы будете сидеть в интернете, можно превратить в добрые дела. При этом не нужно делать вообще ничего. Два клика, чтобы настроить сервис, и на посещаемые вами сайты добавится небольшая реклама, которую вы даже не заметите. А деньги с этой рекламой попадут на ваш личный кабинет на сайте Ленивый Робин. А потом, данные монетки вы можете перечислить на счет любой благотворительной компании, представленной на сайте. Лично я не заметил разницы до и после, зато очень обрадовался, когда перевел накопленные монетки на помощь котикам и собачкам. Давайте вместе делать этот мир лучше. Присоединиться ко мне и узнать подробнее об этом сервисе вы можете по ссылке в описании. И начнем с мода, который поможет вашим симам приобретать жилье, рестораны и другие заведения, даже если у него не все хорошо с деньгами. Данный мод помещает вам в игру банковский аппарат, с помощью которого ваш персонаж может взять кредит на покупку чего-либо. В этом банкомате есть фиксированные суммы займа, которые вы сейчас видите на экранах. После того, как ваш персонаж взял кредит, у него появляется модлет в виде перьевой ручки, который гласит, что у Сима есть определенный долг. А в его багаже появляется чек на оплату этого долга. Каждый день у Сима с общего счета семьи будет списываться определенная сумма денег в счет погашения этого долга. А также, если вы наведете мышку на модлет, то сможете увидеть, сколько осталось вашему персонажу до полной выплаты долга. Также у данного мода есть и вторая функция. Вы сможете передавать деньги между персонажами. То есть, если у вас в семье есть, допустим, взрослый ребенок, который решил уехать и жить самостоятельно, то родители с помощью этого мода могут купить специальную карту, на которую улетит часть денег из семейного бюджета. А дальше вы просто передаете эту карту нужному персонажу и выселяете его из семьи, с полной уверенностью, что Сим не погибнет с голоду. Как по мне, так этот мод очень нужный, в особенности, если вы не используете чит-коды и любите сделать игру сложнее и увлекательнее. Мод номер два. Мод четыре колонки. Да-да, я знаю, что об этом моде не говорили только лишь самые ленивые люди. Но я все же захотел внести этот мод в первые топ-5 модов. Этот мод очень хорошо помогает игрокам, которые используют дополнительный контент. Когда этого контента, ну, очень много, а мы все с вами знаем, что Симмеры еще те любители топ-контента, то этот мод решает проблему долгого поиска вещей в этом огромном мире дополнительного контента у вас в игре. Данный мод добавляет еще дополнительные одно или две колонки в режим создания персонажа. И в таком виде создавать персонажа вдвойне удобнее и для многих уже привычно. Допустим, когда я запустил игру после очередного обновления и у меня отключились моды, то меня напугало наличие всего лишь двух колонок в кассе. Но потом я вспомнил, что четыре колонки это мод, а не базовые функции игры. Мод номер три. Мод на воровство. Если играть в игру без введения кода на деньги, то после покупки дома или квартиры в бюджете семьи остается очень мало денег. И порой не хватает даже на покушать персонажу, да и до зарплаты еще очень долго ждать, но на помощь может прийти данный мод. Установив данный мод в игру, вы сможете отправить вашего персонажа на любой участок и немножко поворовать. У данного мода есть одна особенность. И как по мне, так эта особенность очень реалистичная. Ваш персонаж сможет своровать только те вещи, которые может взять в руку. Это может быть фоторамка, будильник, некоторые настольные лампы и многое другое. Конечно, данный мод не совсем образцовый, и воровать это очень плохо. Но нужно помнить, что мы ведь в игре, а не в реальной жизни. Мод номер четыре. Мод командный центр. Этот мод позволит вам почувствовать себя по-настоящему богом своей игры. В данном моде очень большой функционал. Начиная от простых кодов на деньги и заканчивая просто бомбическими функциями. Данный мод считается одним из главных модов для игры Sims 4. Конечно, в данном видео я просто не успею рассказать о всех его функциях, так как их очень-очень много. Данный мод имеет две стороны функционала. Первый функционал при нажатии на персонажа. Там открывается панель по детальному управлению симами. А второй функционал при нажатии на компьютер. Там-то и скрывается вся магия данного мода. Если вы им еще ни разу не пользовались, то рекомендую его скачать. Разумеется, ссылки на все представленные моды есть в описании. Мод номер пять. И напоследок я вам оставил самый пикантный мод из тех, что есть на просторах интернета. Wicked Wims. Многие из вас не понаслышке знакомы с этим модом. Но сегодня я бы хотел рассказать о нем не как о моде на порно-сцены, а как о моде, приносящем в игру реализм. В чем же заключается этот реализм? В настройках данного мода можно установить такие параметры, при которых, после того, как ваши персонажи занялись сексом через этот мод и показали все самые пикантные позы и сцены из порно-фильмов, то один из партнеров, а именно девушка, может сделать тест на беременность. И оказаться беременной. Как по мне, этот мод приносит реализм в пикантные моменты игры. Также, если вы скачаете много дополнительных плагинов для этого мода, то у вас также может убираться цензура при моменте, когда симы ходят в туалет или принимают ванну. А также у персонажей могут появиться половые органы. Для меня, как для человека, который любит в симсе реализм, этот мод незаменим. И нет, не стоит называть меня извращенцем. Я просто человек, который любит реализм в играх. Ну а на этом всё. Если вам понравилось это видео, то не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал и нажать на колокольчик. А также подпишись на все мои соцсети, указанные ниже. Всем приятного времени суток и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok